С этого урока, иншаллах, приступаем к непосредственному изучению действий самого хаджа. То есть, все, что изучалось до этого, было тем, что вокруг этого, из условий его, из вопросов храма, из вопросов миката, из вопросов умры, из вопросов, которые касаются намерения и так далее. Что касается сегодняшнего урока и того, что будет после этого, то эти уроки касаются самого хаджа и того, как он совершается. Первый вопрос. Когда необходимо совершать храм на хадж? Этот вопрос касается того, кто делает хадж в томатто. И этот хадж делает сегодня подавляющее большинство людей. Так или нет? Почему мы этот вопрос разбираем? Потому что человек, после того, как зашел в храм на микате, он зашел с каким намерением? С намерением совершения умры, потому что он делает хадж в томатто. Приехал, сделал умру из храма. Что сделал? Вышел. Так или нет? Теперь он находится без храма. Теперь вопрос. Когда ему заходить в храм второй раз? Теперь уже для совершения хаджа. Каулюху это берется из слов Джабри ибн Абдилля в том хадисе, который мы сейчас разбираем. И когда наступил день Таруя, это что за день? Восьмой день месяца Зульхиджа. Люди направились куда? В сторону мины. Говорит, и взяли намерение на что? Или заявили о своем намерении на что? На совершение хаджа. Понятно или нет? Это опять-таки касается кого, как мы сказали? Того, кто совершает хадж тамато. Что касается того, который после Умры из Ихрама не вышел, то есть совершает хадж какой? Хадж Киран. Или вообще Умры не совершал и совершает хадж Ифрат, то его наш этот хадис или наш этот вопрос не касается. Говорит, этот хадис указывает на то, что сподвижники взяли направление на хадж в день какой? В день Ат-Таруя. То есть, и это восьмое число месяца Зульхиджа. И это является, говорит, более предпочтительным у большинства ученых. Что значит является более предпочтительным у большинства ученых? То есть, большинство ученых считает, что лучше вступить в Ихрам для совершения хаджа именно восьмого числа. Ни седьмого, ни шестого, ни первого Зульхиджа, ни пятого, ни десятого, так или нет? Но именно какого? Восьмого. Говорит, И Ибн Умар поступал именно так. И некоторых ханбалитов. Это первое мнение в этом вопросе. Второе мнение в этом вопросе. И пришло от некоторых табиринов, что они вступали в Ихрам для совершения хаджа с самого начала месяца Зульхиджа. То есть, с первого числа, со второго числа и так далее. И сказал имам Малик, Лучше тому, кто находится в Мекке, то есть, является либо жителем Мекки, коренным, либо тем, кто не является жителем, но находится в это время в Мекке. Имам Малик сказал ему лучше вступить в Ихрам для хаджа, какого числа, в начале месяца Зульхиджа. Пульту говорит, значит, два мнения в этом вопросе получилось. Первое мнение, что вступать в Ихрам для хаджа наилучшее время, восьмое число, месяца Зульхиджа. И второе мнение, это вступить в Ихрам для совершения хаджа с самого начала месяца Зульхиджа. То есть, с первого или со второго числа и тому подобное. Культу, говорящих Мухаммад ибн Хизам, пришло в достоверном сборнике, то есть, у Бухарии Муслима, со слов Убейда ибн Джириджа, который сказал, я сказал ибн Умару, я вижу, что люди, как только выходит месяц, месяц Азул Хиджа, то есть, имеется в виду, выходит луна, месяц Азул Хиджа, сразу приступают к чему-то, и вступают в храм для совершения хаджа. Но ты, за тобой я смотрю, наблюдаю, ты входишь в храм, только всегда какого числа? День Таруя, 8 числа. Факали ибн Умара, и тогда ибн Умар сказал, а я не видел, чтобы пророк вступал в храм, кроме как тогда, когда его животное начинает двигаться с ним, то есть, начинает двигаться куда? В сторону мины. Ясно или нет? То есть, в этом хадисе или в этом асаре, какой полезный момент ты из него берешь? То, что этот человек, Убейт ибн Джерейдж, задал вопрос. Говорит, я смотрю, люди все вступают в храм 1 числа Зуль Хиджа. Как только месяц появится, сразу вступают в храм, готовый для совершения хаджа. А тебя, смотрю, ты все это время сидишь без храма. А потом, как 8 число наступает, вступаешь в храм и отправляешься сразу в мины. Так или нет? Он говорит, так. А почему ты так делаешь? Потому что я видел, что пророк, салаллаху да салам, так делал. Я никогда не видел, говорит, чтобы он вступал в храм с 1 числа, со 2 числа. Так, но вступал в храм когда? 8 числа месяца Зуль Хиджа. Говорит, уа кулю джумуру савапу лавалам. Поэтому мнение большинства ученых в этом вопросе является верным. Ва кал ан-науи и сказал ан-науи, уаль хилав филистихбаб. Но разногласия в этом вопросе касаются того, что более желательно. Ва кулю нумин хамаджа из билиджма. А что касается, разрешено это и другое или нет? Говорит, все это разрешено по единогласному мнению. Знаешь, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что лучше вступить в храм для совершения хаджи 8-го Зуль Хиджа или с начала месяца Зуль Хиджа. Лучше 8-го числа месяца Зуль Хиджа. Но если человек вступит в другое время, вступит раньше этого, раньше чем 8-го число, проблемы в этом есть или нет? Проблемы нет. Это является разрешенным, но более желательно вступать именно 8-го числа Зуль Хиджа. Далее, следующий вопрос. Когда месяц появится, сразу вступает в храм, готовый для совершения хаджи. А тебя смотрю, ты все это время сидишь без храма. А потом, как 8-го число наступает, вступаешь в храм и отправляешься сразу в минер. Так или нет? Он говорит, так. А почему ты так делаешь? Потому что я видел, что пророк, салаллаху да салам, так делал. Я никогда не видел, говорит, чтобы он вступал в храм с 1-го числа, со 2-го числа. Так, но вступал в храм когда? 8-го числа месяца Зуль Хиджа. Говорит, уа кулли джумуру сава паулла ваалам. Поэтому мнение большинства ученых в этом вопросе является верным. Ва калл аннауи и сказал аннауи вальхиллаф филистихбаб. Но разногласия в этом вопросе касаются того, что более желательно. Ва кулли нумин хамаджа из билиджма. А что касается, разрешено это и другое или нет? Говорит, все это разрешено по единогласному мнению. Знаешь, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что лучше вступить в храм для совершения хаджи. 8-го Зуль Хиджа или с начала месяца Зуль Хиджа. Лучше 8-го числа месяца Зуль Хиджа. Но если человек вступит в другое время, вступит раньше этого, раньше, чем 8-го число, проблема в этом есть или нет? Проблема нет. Это является разрешенным, но более желательно вступать именно 8-го числа Зуль Хиджа. Далее, следующий вопрос. Но если человек вступит в другое время, вступит раньше этого, раньше, чем 8-го число, проблема в этом есть или нет? Проблема нет. Это является разрешенным, но более желательно вступать именно 8-го числа Зуль Хиджа. Далее, следующий вопрос. Далее, следующий вопрос.